здравствуйте мои дорогие у меня на огороде новости вот наконец-таки проросло вами вот она и еще одну вот тут а вот но всего пока что 27 проросло но они мне дают надежду верить что и остальные все прорастут и вот мы здесь посадили посмотрите как островочки такие зелень и вот так почему-то вышли это укроп мы между вот этими бами посыпала я укроп чтобы место не занимать и еще вышел один кабачок вот он смотри какой большой уже но из всех семян сколько штук я их посадила всего один кабачок вышел и здесь тоже зелень была посажена вот мелкая выходит погода сегодня какая-то непонятная то солнце то пасмурно сегодня я выйду из дома посмотрю если получится сниму где я буду сейчас подойду к сирене покажу вам ее тоже она уже распускается вот такая красавица она у нас просто очень высокая наверное ее нужно порезать чтобы она шла в ширину так нами цветочки лучше будет давать я в этом не очень-то разбираюсь но вот сегодня обрежу и принесу домой пусть дома тоже радует глаз здесь достаточно и на кустиках оставим и домой принесем конечно белая сирене так пахнет как сиреневая но все равно создает атмосферу в доме вот сорвала сирене принесла положила на кухню и будет она меня радовать и на кухне посмотрите как красиво она будет у меня вот здесь радовать глаз а как благоухать вот такая красота и как уже мы переписывались катюша вот нашла и 5 и 9 и даже 7 так что желание загадывайте все на всех сирене хватит нахожусь на улице в муратсан и вот это госпиталь этот госпиталь заполнен нашими мальчиками которые пострадали во время войны и до сих пор столько детей остались инвалидами не считая уже сколько погибли вот просто мимо проходишь и каждый раз сердце он замирает щенит ну и вот это улица муратсан здесь детская больница через дорогу может быть кому-то знакомы эти места кто-то соскучился потому что мне пишут что ой какие знакомые места спасибо что сняли ну вот проходила по делам решила включить камеру для вас снять вот у нас такая весна вот госпиталь и соответственно поблизости очень много людей в военной форме а вот магазин мг между прочим очень хороший супермаркет и сейчас я перейду улицу и зайду в этот супермаркет улица такая узкая узкая машины стоят по обе стороны вот магазин сейчас мы сделаем покупки и фрукты нужны молочные продукты а мне нужны бананы киви сейчас поищем вот киви вот бананы вот сейчас все купим камеру отключу наверное цены наши пожалуйста и вот какое разнообразие кофе вы меня просили вот я перемолола свежим будем сегодня свежимолотый кофе пить и вот зашла в магазин летом вышла уже посмотрите погода какая обстоит сколько я она купила называется заходила за фруктами вот такой сильный ветер поднялся солнышко уже исчезло вот такая непостоянная весенняя погода пока делаешь покупки погода меняется не постоянно ну и вот пришла домой и показываю вам что купила вот купила бананы сразу вот такое приличная здесь сколько чуть больше килограмма это сметана самая свежая была она купила два разных какао пачки ну а того что часто пику мне на глазу часто нужно бывает какао ну и вообще для печеного и купила две разные пачки вот это для меня новая попробую посмотрю что за какао обычно я беру наши фирмы нашу армянскую гранд кэнди они очень хорошие но какао у него светлое получается но вкус хорошая не какого глазури из него получается светлая ну потому что она сама светло это вот лаваш я взяла у них прям пекарня в этом магазине и вот у них свежий-свежий лаваш зелень вот зелень подешевела уже слава богу всякая разная и здесь взяла чаи разные вот это такой более зимний вкус чаев ну вот это тоже да то что и цитру здесь и вот корица вот это кофе промолола вот очень аккуратно у них видите как в пакетах все и крупные здесь апельсины это салфетки это у меня свекла киви я взяла яблочки и вот по-моему все на сегодня но вот так и хорошие два таки три пакета были хорошие тяжелые поход в магазин и вот часто ходим но все равно и вроде нас немного четыре человека в семье но все равно как-то кушаем что ли много не знаю но кофе я пью много это я знаю и че и мы пьем очень часто и все равно для нас вот сейчас тепло уже погода теплая стала но все равно у нас чай это и на завтрак обязательно на завтрак у нас чая есть люди которые обедают даже утром смотришь уже вермишель кушают или что у нас дома не принято у нас обязательно с утра должен быть нормальный как по госту такой завтрак или творог сметана или хлеб масло мед чем сыр или яичница или вот ну вот все такое что относится к завтраку но самое больше таком горячему завтраку но легкому ну а потом уже идут обеды ужины это вот на сегодня вот такие у меня покупки и посмотрим что я сегодня еще буду из этого всего готовить но в первую очередь как вы знаете я больше всего люблю но вот свежимолотая кофе так что первое что сделаю вот поставлю себе кофе ну вот хотела вам показать мои дорогие уже сделала себе кофе очень приятный аромат пока что вкус пока не попробовала ну вот чай дочки заварила чай вот который купила но такой аромат вот у этого чая и вам спешу сказать что очень приятный и вот что в нем содержится сейчас посмотрим вот у него такие он состоит из таких пирамидок вот этот вкус мы не покупали из-за этого я ничего сказать не могла но очень приятные вот цейлонский черный чай с ароматом мандарины кусочками имбиря корицы и цедра апельсина и лепестками роста и вот это вот такой зимняя серия их не здесь вот посмотреть с ароматом имбирного пряника корицы и цедры апельсина но у меня дома столько высушенный цедра апельсина мандарина грейпфрута и всех цитрусовых но все равно хочется какого-то нового вкуса ну а так как чай у нас все равно улетает очень быстро так что хочется все попробовать вот такие вот открывая шпачку такой аромат прелесть вот такие пирамидки красивые кусочки вот имбиря наверное будем надеяться все таки что это и имбирь что его положили все таки туда как и написали такие дела показываю вам может кому будет интересно и тоже кто-то захочет купить чай но вот особенно вот этот аромат я говорю мне очень понравился вот 20 пирамидок здесь а мы будем наслаждаться а еще я вам покажу мои любимые конфетки вот они трюфель и ну все мы пьем чай такой темный темный прелесть мы очень любим когда чай не ваку светлого непонятного какого цвета а вот такого именно темного цвета и понимаешь уже что пьешь ну все мы будем чаевничать а вам желаем всего-всего хорошего а